Что можно исправить в украинских торговых центрах? И можно ли еще их вот так строить? Давайте обсудим это с архитектором Александр Свистунов, главный архитектор столицы, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Александр, смотрите, в Киевской городадминистрации заявили, что проблемы с безопасностью есть практически во всех торгово-развлекательных центрах столицы. Я уверен, что, конечно, подобная ситуация у нас в каждом регионе нашей страны. Вы действительно верите, что действительно какие-то центры, в случае, что там найдут глобальные нарушения какие-то, будут реально закрыты? Вы знаете, я хотел бы отметить, что киевская власть сама приняла решение и инициировала все эти проверки. Я очень рад, что такие проверки на сегодняшний день в нашем городе, к сожалению, это после страшных трагических событий, но пусть лучше сегодня мы начнем этим заниматься, нежели мы что-то испытаем подобное. Эти проверки, они покажут не только, как работает торговый центр, не только, как справляются все системы пожарной безопасности, то есть они промоделируют вообще, насколько общество готово к подобным потрясениям. Вот я хотел бы, чтобы мы дождались этих проверок. Эти результаты обязательно должны быть обнародованы, люди должны понимать о своей безопасности, о своем времяпрепровождении. И я думаю, что выводы будут сделаны, и тогда мы увидим уже по результатам, какие центры и как они будут бороться с устранением. Знаете, Александр, я хочу вам сказать, чему бы я радовался, если бы киевская городадминистрация, как и любая городадминистрация Украины, вышла и сказала, а мы подобные проверки проводили последний раз месяц назад. И нам не нужны вот такие вот печальные смертельные примеры для того, чтобы запустить волну проверок. Ну да не об этом сейчас. По вашему опыту, в результате этих проверок, если они, конечно, будут проводиться тщательно, а не для галочки за конверт с определенной суммой ставятся подписи, с какой процент торгово-развлекательных комплексов в стране может быть закрыт? Ведь мы знаем, что многие из них, это даже старые заброшенные ангары, переоборудованные, да, которые не могут просто, ну, физически пропускать такое количество людей. Вы понимаете, неважно абсолютно, это был старый ангар, который превратился в торговый центр, или это новый построенный торговый центр, все должно соответствовать строительным государственным нормам. Здание вводится в эксплуатацию, есть проверки. То есть нужно, мы должны понимать вообще, в чем корень нашей проблемы. Это, в первую очередь, это жадность, потому что те люди, которые заставляют там эвакуационные выходы, когда экономят на системах пожаротушения, когда экономят на проектных решениях, заужение эвакуационных выходов. То есть вот это и есть основная глобальная причина. Это жадность, с которой нужно бороться именно на этапах проектирования, на этапах ввода в эксплуатацию. И неважно, то есть если этот объект был реконструирован и сделан по всем последним нормам, потому что технологии у нас растут, меняются, требования ужесточаются, и он готов к эксплуатации. То есть определенные органы, которые имеют право как контролирующую функцию выполнять, они должны за это отвечать вместе с проектировщиками, с застройщиками и теми, кто эксплуатирует эти здания. Александр, но если хозяева жадные, вы верите, что вот этот последний пример Кемерово, да, и глобальная проверка, пусть она даже будет проведена по всей стране, их избавит от этой жадности, они перестанут экономить на безопасности своих клиентов? Или волна сейчас схлынет и все на это, так дальше будет продолжаться? Цена жизни. Цена жизни. То есть если метры квадратные, которые там застраиваются, или же набрать больше персонала, который будет отвечать за каждый эвакуационный выход, а не закрывать это все замками, когда это будет работать система персонала, который будет обучен на такие экстренные случаи, конечно же, заработная плата... Это все деньги, 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 а цена страшная. Это вопрос в том, как заставить их, эти деньги, не экономить на человеческих жизнях. Александр, вот сейчас, понятное дело, почему мы обсуждаем торгово-развлекательные центры, потому что именно в нем, в Кемерово, в таком заведении случилась эта трагедия. А что можно говорить о других местах массового скопления людей? Неужели они не вызывают у вас вопросов? Театры, кинотеатры, детские сады, школы? Что там с безопасностью на сегодняшний день? Именно на этом нужно расставить акцент. Не имеет значения, какую функцию несет в себе здание. Как вы говорите, театры, кинотеатры, то есть это могут быть и больницы, где маломобильные группы населения находятся. Это могут быть жилые дома, комплексы, отели. То есть система одна. Необходимо выполнять государственные нормы и правила. Необходимо четко и жестко их вводить в эксплуатацию с проверкой, с реальными ситуациями, как это делалось и будет делаться. То есть когда есть реальный огонь, когда работают сплинкеры, работает система пожаротушения, работает оповещение, то есть этот комплекс мероприятий должен быть работать. Просто проверки должны быть чаще, жестче. И сами люди, которые эксплуатируют эти здания и сооружения, должны понимать, что общественность на сегодняшний день очень остро на это реагирует. И они будут нести убытки в первую же очередь, потому что люди будут бояться посещать те или иные заведения. Спасибо вам за то, что были гостем нашей программы. Александр Свистунов, главный архитектор Киева, отвечал на мои вопросы.